Ну а днями ранее в Санкт-Петербурге прошло другое масштабное событие – Международный арктический форум. Главной темой повестки стал, как никогда, высокий интерес государства к арктической зоне. Большое внимание к ней уделяют и в Якутии. Только за 14-16-е годы по комплексной программе развития арктических и северных районов республики построили три медицинских учреждения, две школы, восемь детских садов, три спортивных зала, два объекта культуры. Проблем в арктических районах много и моментально их не решить. Нужна комплексная работа на разных уровнях. О ключевых моментах и основных площадках прошедшего форума расскажут наши корреспонденты. Реализация государственной политики России в Арктике стала одной из основных тем заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В этом году актуализирована государственная программа социально-экономического развития арктической зоны страны. Запланированный объем финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета составляет более 190 миллионов рублей. Координация деятельности органов власти по реализации государственной политики и достижении поставленных задач в основах государственной политики в стратегии развития арктической зоны – это одна из основных задач нашей Государственной комиссии. Это системная работа на основе конкретных планов мероприятий, которые должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Финансирование будет осуществляться по трем ключевым направлениям – развитие Северного морского пути и судоходства в Арктике, создание нового оборудования и технологий, а также развитие опорных территорий, которые будут созданы во всех арктических регионах. Здесь мы исходим из того, что на сегодняшний день существует достаточно богатый опыт в различных регионах применения различных методов поддержки. И в отношении опорных зон мы считаем, что необходимо использовать всю существующую линейку для того, чтобы у нас настройка этой линейки применительно конкретным территориям была максимально гибкой. Северо-Якутская опорная зона включает два якорных проекта. Это проект по строительству Жатайской судоверфи и проект по реконструкции и модернизации морского порта Тикси. После 90-х годов в связи с развалом пошел резкий спад и объемов перевозок. В том числе и на сегодняшний день предприятие находится в плачевном состоянии из-за малых объемов перевозок. Но мы надеемся, что в связи с возрождением Северного морского пути и наше предприятие начнет развиваться и станет на более крепкие ноги. Несомненно, ключевую роль в развитии макрорегиона играет транспортная составляющая, в том числе Северный морской путь. Есть определенные проблемы, которые долго-долго не решались и наверняка долго будем решать. Прежде всего транспортная доступность. Далее есть определенные особенные проблемы, которые имеют отношение только к картике. Это проблемы, которые связаны прежде всего с доставкой грузов. Сегодня мы заговорили о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Но, к сожалению, инфраструктура связи там не развита. Еще одна задача – завершение работы над федеральным законом об арктической зоне России. Тут позиции Якутии ясна. Документ должен учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поэтому руководство республики предложило предусмотреть статью в законе, закрепляющую обязанности участников опорных зон развития принимать участие в социально-экономическом развитии территории, на котором они ведут деятельность. Продолжение следует...